Теперь подробнее о ситуации в Уссулии. Там местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, и причина такой меры кроется в воровстве. Хотя, возможно, это и звучит странно, но неизвестные почти ежедневно вывозят и выносят с территории химпрома груды металлолома, который, между прочим, заражен ртутью, то есть отходами бывшего предприятия. Но мародеров не смущает этот факт. Ради наживы они готовы рисковать своим здоровьем и здоровьем других. Весь металл злоумышленники сдают в пункты приема. Так, зараженные демонтированные материалы распространяются не только по городу, но и по всей Иркутской области. Правда, это лишь одна из причин, по которой в Уссулии объявили режим ЧС. Другая, воры уже несколько раз пытались вывезти с площадки химпрома коммунальные сети, например, часть водовода, от которой зависит работа городской ТЭЦ. Под угрозой находятся коммуникации, как действующих предприятий на площадке химпрома, так и в целом всего города. Мы говорим о коллекторе, мы говорим об водоснабжении, мы говорим о электроснабжении, которое проходит через эту площадку. Наступает у нас зима, в любой момент город может остаться без ресурса снабжения, что приведет полностью к катастрофе. Чтобы катастрофы избежать, мэрии и пришлось вводить режим ЧС. Такая мера позволит властям получить полный доступ на площадке химпрома, ведь распространенное там имущество является собственностью предприятия банкрота. За ним следят охранники, нанятые конкурсным управляющим, но сторожа со своими обязанностями не справляются. Территория слишком большая, а людей мало. Теперь администрация намерена самостоятельно решить проблему с кражами и подключить к этому власти региональные. Сейчас в правительстве разрабатывают комплекс юридических мер, которые позволят перевести имущество химпрома в муниципальную и областную собственность.